Провалявшись два дня на яхте под ярким средиземноморским солнцем, я подумал, что пора бы уже и честь знать и отправиться на поиски достопримечательностей. Ведь когда еще может выпасть такой шанс здесь оказаться? По совету нашего друга мы отправились к озеру Сент-Круа, второму по величине искусственному озеру во Франции. И о нем я не знал буквально ничего, но уж совершенно я не подготовился к этой поездке, друзья мои, простите. Кроме того, что оно безумно голубое, лазурного цвета. Вообще, скажу я вам, мне кажется, что не готовиться к путешествию достаточно прикольно, потому что тем сильнее ощущение от того, что ты потом увидишь. Ну это так, к слову. Ну вот мы и приехали. Все берут лодочки, и мы берем лодочку. Обычно мы не используем детский рабский труд, в этом случае они предложили свои услуги сами. И мы поплыли, совершенно не представляя, что нас ждет впереди. Это Вердонское ущелье. Самое красивое ущелье во Франции. Или так называемый Гранд Каньон Прованс. Временами его глубина достигает более 700 метров. А по его дну протекает река Вердон. По которой мы сейчас и плывем. Картина, которая открылась нашему взору, она неописуемая. Я попытался все это запечатлеть. Реально ощущение передать невозможно, потому что огромнейшие скалы нависают над нами, над водой абсолютно бирюзовейшего цвета. И люди вокруг тебя, которые плывут на таких же лодочках, ну, они просто светятся от счастья вместе с тобой. Я не хочу вам мешать. Просто проплывите это с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я уверен, что это, наверное, было лучшее из того, что мы увидели во время этого путешествия. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Ай, хорошо. На этом наше приключение не закончилось. Мы отправились в деревню Мустье-Сент-Мари, которая расположена в непосредственной близости от этого озера. Это одна из самых красивых деревень Франции. Она появилась в V веке, когда монахи обосновались в гротах из Туфа, а потом в VI веке построили монастырь. Деревня живет благодаря индустрии туризма и производству уникального фаянса. В ней насчитывается всего 700 жителей. Через город протекают стремительные горные потоки. Под шум падающей воды и под треск цикад так здорово расположиться в маленьких ресторанчиках и вкусить блюда региональной кухни. Высоко над деревней висит золотая звезда, висящая на цепи длиной 135 метров, подвешенная между двумя скалами. По легенде, известной от X века, во время крестового похода рыцарь Базон-де-Блак, который проживал в этой деревне, был захвачен сарацинами. И он поклялся повесить звезду над его родной деревней, если сможет вернуться домой. Ну, видимо, он вернулся. Часовня Нотр-Дам-де-Бувар известна с V века, и нужно подняться 262 ступеньки вверх. Была страшная жара, и мы туда не пошли. Но, тем не менее, у меня есть съемки с дрона, которые вы увидите в конце. И в конце путешествия, зайдя в приходскую церковь, мустье Сент-Марии, меня вдруг посетила мысль, что храмом для нас также должна являться и природа, окружающая нас. Ведь она абсолютно не рукотворна и значит божественна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok